Сто лет тому назад, в январе месяце, был принят декрет о комиссиях для несовершеннолетних, определивший курс молодого государства на социальное воспитание детей и подростков. Чем сейчас занимаются комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав? И что это за орган? Об этом нам сегодня расскажет Дарья Слепцова, заместитель председателя Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве нашей республики, а также Надежда Гадяева, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленского района. Доброе утро, девушки. В первую очередь, примите наши поздравления и с Новым годом, и с приближающейся датой, то есть датой, которая как раз-таки касается вашей работы. Дарья Васильевна, скажите, пожалуйста, когда были образованы комиссии по делам несовершеннолетних именно в нашей республике в Якутии? Да, действительно, в целях гуманизации наказания, применения мировоспитательного воздействия были упразднены детские суды и созданы детские комиссии. В Якутии детская комиссия была создана 25 сентября 1920 года. В ее состав вошли представители здравотдела, Наробраза, отдела юстиции и отдела Труцебеза. Значит, значимость создания детских комиссий в том, что впервые дела в отношении свершеннолетних были выделены в отдельные производства и, значит, привлекались к работе не только комиссии, да, сами, но и орган систем профилактики, это образование, здравоохранение и общественные организации. А чем занимаются комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав? Что это за орган? Конечно, значит, перед комиссией сейчас стоят немножко иные задачи, чем 100 лет назад. В Национальном архиве я видела историю, когда возвратили маленькую девочку ее родителям. Значит, эта девочка была отдана родителями в связи с тем, что они не могли ее прокормить на воспитании в другую семью, но там она использовалась как батрачка, и, значит, ее избивали. И отец обратился в детскую комиссию, и вышло постановление за подписью Наркома просвещения и соцзащиты Платона Алексеевича Аюнского, да, о том, чтобы с помощью милиции изъять девочку и возбудить уголовное производство в отношении тех, которые жестоко с ней обращались. Сейчас комиссии по делам несовершеннолетних, значит, занимаются в соответствии с федеральным законом координации деятельности органов профилактики. Значит, ежегодно более 5000 фактов помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, оказывается. Значит, комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних, их родителей. Ежегодно у нас рассматривается около 6000 административных протоколов. И, конечно же, комиссии защищают права несовершеннолетних. Значит, ежегодно тоже более 100, более чем в 100 судебных заседаниях участвует комиссия в целях защиты прав несовершеннолетних. Комиссия у нас создана во всех 36 муниципальных районах и городских округах. Деятельность обеспечивает 46 специалистов. Надежда, скажите, а какую именно помощь, да, может оказать комиссия по делам несовершеннолетних тем ребятам, которые оказались в трудной жизненной ситуации? Да, у нас комиссия по делам несовершеннолетних в отношении каждого несовершеннолетнего организует план индивидуальной профилактической работы. Вот, например, на территории Ленского района у нас мероприятиями в отношении данных подростков реализуется более 3 миллионов рублей. Это оказываем помощь летним отдыхе, оздоровлении, помогаем по трудоустройству подросткам. За каждым подростком закрепляется наставник. И этот наставник оказывает содействие несовершеннолетним, которые вступили в комплект с законом. Мы их называем вступившим в комплект с законом. И вот на сегодняшний день у нас более 80 детей стоят на учете в полиции. Из них совершили преступление трое. То есть это показывает о том, что роль комиссии огромная, то есть помогает подросткам не совершать повторные правонарушения или преступления. Ну, очень такая вот тема, да, сложная достаточно. Ну, я думаю, что в рамках приближающейся даты, да, юбилейной даты, получается, что 14 января в России будет отмечаться 100-летие, как вот создалась комиссия по делам несовершеннолетних. А у нас в Якутии эта дата будет отмечаться, как я поняла, через 2 года, да, в сентябре. Наверняка вы хотите сказать, да, что-то своим коллегам, поздравить их. Конечно, у нас очень много ветеранов. Значит, значительный вклад в работу комиссии внесли такие известные руководители республики, как Поисеева Альбина Иннокентиевна, Михайлова Евгения Исаевна. Они были председателями республиканской комиссии. Габышева Феодосия Васильевна, Соловьев Александр Юрьевич. Более 27 лет ответственным секретарем была Чемпосова Зоя Федоровна. Поэтому, безусловно, у нас и в районах есть коллеги, которые проработали на этой непросто сложной работе 20 лет, 25 лет. Поэтому, конечно, хочется поздравить своих коллег. Пожелайте им успеха в работе, семейного благополучия, несекаемого оптимизма, чтобы все у них получалось. И, конечно же, поздравляю с юбилеем, со столетием со дня создания комиссии по делам несовершеннолетних в Российской Федерации. А какие мероприятия приурочены? Утвержден план мероприятий. В рамках указанного плана планируется издание социальных роликов, планируется акция «100 лет помощи детям», «100 добрых дел детям». Будут, как я уже сказала, изданы социальные ролики. Будут проводиться две акции по оказанию правовой помощи детям и их родителям в марте и в ноябре. И, конечно, безусловно, будут поощрены лучшие специалисты по работе с детьми. Это педагоги-психологи, это сотрудники социальных комиссий по делам несовершеннолетних. Что ж, огромное спасибо девушке, что нашли время, пришли к нам утром в студию, поделились прекрасной новостью. Мы еще раз поздравляем вас с наступающей юбилейной датой.